Ирина, планируем выездную регистрацию в лесу в июне, подскажите, какие моменты необходимо учить? Смотрите, если это лес, то самый первый, основной момент, вам нужно продумать, откуда вы будете брать электричество. То есть вам нужно привезти генератор обязательно, причем желательно подстраховаться, поверьте опыту опять, подстраховаться и привезти, и понятно, что это не вы повезете, а ваши подрядчики, но пусть подстрахуются и привезут запасной какой-то генератор, потому что всякое может быть, и если вдруг генератор по какой-то причине не заведется, не дай бог, то можно остаться без звука элементарно. Ну, первое, генератор, понятно, нужно сделать декор в лесу, либо там оформить какой-то ветвь, либо какое-то дерево, нужно привезти туда посадочные места, ну, то есть стульчики какие-то, если хочется, чтобы ваши гости сидели. Если это не принципиальная позиция, не принципиальный момент, то гости могут стоять, ну, в общем-то, в этом сложности нет, но, конечно, когда гости сидят, это гораздо лучше, красивее и комфортнее. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующий их своей свадьбой самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описании. Следующий момент. Нужно подумать, кто будет проводить эту выездную регистрацию, безусловно, и продумать какую-то небольшую фуршетную линию, потому что, когда это лес, когда регистрация заканчивается, бежать бегом, стримглав, там, на, не знаю, на автобус куда-то, да, откуда вы там поедете, или куда вы поедете, нужно, ну, нужно, в общем, чтобы было какое-то угощение для гостей, поэтому продумайте какую-то фуршетную линию, какой-то кейтеринг закажите, я надеюсь, вы сейчас записываете, да, все, что я вам диктую, привезите, столик, возможно, какой-то, ну, в общем, что-то, чтобы можно было поставить, водичку, шампанское, для шампанского, если это июнь, то лед, лед нужно доставить, ну, тоже, опять же, либо это кейтеринговая компания доставит, либо, если вы самостоятельно будете доставлять, то есть специальные такие морозилки для льда, то, в общем, нужно доставить этот лед, чтобы шампанское охладить, так, ну, бокалы, разумеется, да, из чего пить, и если это будут какие-то угощения, то есть не только напитки, но и какие-то угощения, ну, соответственно, место для того, чтобы расположить эти угощения. Еще важный момент, очень важный момент, не забудьте, если вы будете находиться в лесу, предупредить ваших гостей, чтобы они не шли на шпильках, обязательно, чтобы они были в особенной, в определенной обуви, это прямо вот очень важно, потому что, если они будут на шпильках, я думаю, что они приклядут все на свете, пока дойдут, да, вместо выездной церемонии, и второе, обязательно возьмите с собой, закажите средства от комаров, мошек, клещей, там, и так далее, чтобы, прежде чем гости попали на выездную регистрацию, чтобы они были обработаны, так скажем, чтобы их там никто не покусал, никуда никто не залез, чтобы все было хорошо.